Из восьми маршрутов похода, организуемых Центром Патриотического Воспитания «Ратмир», мы выбрали маршрут «Дорогами Славы». Здесь и история, и живописные места Анапы. Мальчишки и девчонки, которые записались вместе с нами, уже ждали нас с нетерпением. За разговорами дорога показалась быстрой и лёгкой, несмотря на крутые повороты. По дороге сюда, на гору, нам рассказывали очень много историй про Великую Отечественную войну. Было очень интересно, занимательно. Дорога пролетела очень быстро и даже незаметно. На привале нам рассказали один факт из истории Великой Отечественной войны. На этом месте высадились три десантные группы для выполнения боевого задания под командованием Дмитрия Калинина. Они, в принципе, свою миссию выполнили, и, к сожалению, очень дорогой ценой, никто живых не остался. А в 2007 году на этой горе появилась идея обозначить место высадки десанта. Как сейчас помню, была очень-то такая нехорошая погода, шёл дождь, и мы на себе, собственно, поднимали все эти трубы, все строительные материалы, ну и, в принципе, за день его поставили. Этот памятник составляет из себя три столба, мемориальная плита, на которой написано, к чему это всё приурочено, а под плитой мы заложили капсулу с письмовым потомкам. Также мальчишки и девчонки провели работу по благоустройству территории, прилегающей к мемориалу погибшим воинам. Достаточно красивое место, здесь есть много интересных деревьев, которые не везде можно встретить. Тихо, чистый воздух, поют птицы, ну, в общем, хорошее место для того, чтобы отдохнуть. Сильно не устали, поднялись, немножко позанимались памятником. Затем ребятам показали окопы, которые остались со времён Великой Отечественной войны. Это была наблюдательная позиция снайперов. Когда мы только сюда пришли, проводили разведку поисковую, здесь лежало очень много гильз от винтовки Маузера. То есть, ну, предположительно, что человек лежал, поцелился в ту сторону, стрелял, и сюда вылетали гильзы. Поход прошёл легко, весело и познавательно. Все вернулись с яркими впечатлениями не только от завораживающих пейзажей, но и от захватывающей истории с места, где раньше происходили бои.